Так, я еще раз приложилась, еще раз опросила, потому что может, потому что в жизни может и не придется попасть больше сюда. Смотрите, какие старые, старые ворота. И видите, эти не говорят, что это молния сюда ударила. Я вам уже рассказывала, вот тоже вот здесь записочки суну. И вот это, смотрите, вот такое черное, это все руками. Это тут, ну не знаю, в день сколько тысяч проходит людей, это все трогается руками, и это все такой вот уже налет. И вообще весь храм, видите, все. И вот это именно трещина, которая молния сделала. Мы об этом не говорили, но нам рассказывали. Поэтому, видите, это все действительно так. И самое главное, что хоть перекреститься. Какие-то там плееры поставили. Да не знаю, может наша, может, не знаю. Ну тут, видишь, это старинная такая выцелопанная. Не знаю, кто, но... Как тут что? Сколько, сколько... Ты что, это же... Сколько время прошло? Камни эти. Так, а теперь смотрим, вот наша группа. Ой, солнышко выходит. Кто не потерялся? Да нет, он нас так пувал сильно. Он так быстро... Видишь, другие, другие скоростоводы разрешают там посидеть. Что там, где это... А, ты помнишь, как мы тут хоть и заблудились были? А, с этой, с Фаиной. Да что мы заблудились? Мы потом вышли. Ничего мы не заблудили. Не заблудись, а просто шестерка. А, в старом городе, да, а в храме нет. Да при чем тут старое... То в храме не заблудись никогда. Да, в храме не заблудился никогда. Да, в храме не заблудился никогда. Напустился дождь, все идут в храм. Я говорю, это хорошо. В таком месте дождь, это хорошо. Сколько людей здесь проходит. Это же просто. Потому что веру в человека никто не может забрать. Никто. Так, сейчас у стены плача мы вставим записочки. Я два раза все посвятила. И кресики, и в Вифлееме, и здесь. И сейчас возле стены плача записки все. Я думаю, что все-таки должно что-то сбыться, что-то поможет. Ну, конечно, зависит многое от нас, но все равно. Это храм, это храм крестоносца. Посмотрите на фасад храма, это фасад крестовых покоев. Ключи у мусульманина, вы не ошиблись. Это сегодня устраивает всех. Дабы не было споров у кого ключи от храма. У католика, или православного, у монастыков, или ассирийцев. И мусульмане каждое утро открывают в храме, каждый вечер закрывают. У этого человека самая постоянная работа на земле. Его никогда ни за что не уволят. И он передает ключи своим детям, которые продолжают дать эту традицию. Разбитая колонна. Вы знаете, все колонны входа в храм, это колонны. Демплиера, три колонны с левой стороны входа. Центральная, разбитая. Там женщина стоит в розовом платном. По традиции, если отсюда не вынесут срогня, то будет пришествие антихнеста и сражение Христа и антихнест. Но нас дать отсюда огонь не вынесли. Куда вообще не пустили патриан? В 1856 год. Султан спешен. Очередная стычка на Черном море. Он потерял очень много характеристик. Он решает не пустить патриарха. Даже не он, а местные власти. И когда происходит молния, молния объет центральную колонну. Из нее вырывается огонь. Об этом вам расскажет любой православный. На что армяне скажут вам, дело было. Но на Пасху армян. Что вам скажут ассирийцы? Хостые. Представители Ипиологи Коцепли, я думаю, вы догадывались. Все это было, но на нашу пасху. Что вам скажут инженеры? Не рассчитали инженеры. Тысячу лет назад поставили колонну не по тем углам. Поэтому и прескал. Не путайте каноны, не поверите. Около таких мест очень много поверия. Есть каноны, а есть поверия. Что сейчас будет происходить. Мы пройдем с вами целых 10 метров. С надеждой, что дождя не будет. Пока мы были внутри, шел здесь интенсивный груз. И через 10 метров мы будем самым... 2 тысячи лет вот этим колоннам. 15 минут будет ток. 15 минут будет ток. Водное время. И так в доме. Но все это будет только тем, кто не потеряет. Идем за гидом. Я вам скажу, что действительно, если тут немножечко где-то, немножко тебя кто-то задержит, там купить это, купить все. Ты не выйдешь. Тут такие улочки. Кто не верит, посмотрите в галянтовую руку. Там тоже самое. Вот здесь как-то пошире пошло. А тут смотрите. Куда бежать, что делать. И люди тут живут поколениями. А все старый город. Куда бежать, что делать. Прямо кафе. Вот сейчас мы будем контроль проходить. Мне кажется, мы к стене плача уже подходим. Чтобы попасть к стене плача, нужно пройти контроль. С любой стороны, как вы заходите, вот проходите, там сумки просто просвечивают. Ну, чтобы вы не заперли туда ничего такого взрывоопасного. Прошли, как в аэропорту. Видите, как здесь шумно. Тут народ, а это вообще. Иностранцы с любых стран. Весь мир тут. Элица сканируют камеры, сравнивают с базами данных. А иногда ходят штатские полицейские. А иногда и формы. Как охранники, так и полиция. Иногда будут рафты. Что сейчас будет происходить? Мы покинем мост, которому 2000 лет. Это мост царя Ирина. И выйдем к стене плача. Мы не разбегаемся. Мы идем к тому месту, откуда я покажу, расскажу вам, где что находитесь. Куда вам свободное время. Мост Ира, да, это называется. Вот это, да. Вы помните, мужчины отдельно, женщины отдельно здесь. Раньше, вот в июне, здесь не разрешали снимать. Уже вот заходишь сюда, уже не разрешали. Сейчас пока ничего, но посмотрим. Как обычно, не... Может, сейчас что-то поменялось, не знаю. Ну, видите, снимают все. По-украински. В большинстве языков земного шара стену называют западной стеной. Это более точное название. Это не стена храма Соломона, где жил Господь. Это даже не стена храма Ирода, где молился Иисус. Да, этой стене 2000 лет. Да, это фрагмент стены. Ее протяженность около километра. Она была в три раза выше и сохранилась, потому что римляне не могли сбросить нижние ряды камней. И как ты их сбросишь? Внизу найдены камни весом 580 тонн. Не спрашивайте, как Ирод их поднимал. Если Ирод хотел, он убрал верхушку этой горы. Это было самое крупное сооружение Римской империи. Вытащил котлован и вмонтировал наверх и вовнутрь храм. Там, где мечеть с золотым куполом, это малая часть территории храма. Отсюда Магомед возносится на небо. Согласно исламу, над золотым куполом тайные врата на седьмое небо. А прилетел пророк Магомед к мечети Алякса. Вот она, с серым куполом. Когда-то ее украшал крест. Бывшая штаб-квартира рыцаря Органа Темплиеров, где хранилась щаса Граля, даровавшая вечную молотность. Магомед прошел и вознесся на небо. Другими словами, это стена, опорная стена горы. Да, камни никак не крепятся друг к другу 2000 лет. Да, это небольшой фрагмент. Стена уходит налево, направо и вниз. Она была в три раза выше. Но при всем уважении, это не стена храма, это опорная стена горы. А если это так, задайте вопрос, зачем писать записки заветными желаниями и класть в щели? А что лучше, руку правую прикладывать и загадывать про себя желания? Это одно и то же. Делают так не из-за стены. Стена здесь ни при чем. Так делают из-за места. Сказано в Библии, над западной стеной, то бишь здесь, во веки вечные, присутствовать будет Дух Господа. Отсюда загадывание желаний. Но мужчины и женщины с разных сторон подойдут. Дети с кем? С тем, с кем хотят. Для женщин вход прямо. Для мужчин вход слева. Только мужчины покроют голову. Нечем покрыть голову? Бесплатно возьмут. Только мужчины головные уборы у входа. Вернут туда, где брали. Везде вода здесь питьевая. Но вы будете пить только в одном месте. Посмотрите на фонтанчик у белой стены. Там вода пропущена через фильтр. Туалет без очереди. Смотрите, видите звездочки? Под звездочками находятся туалеты. Сейчас без пяти-три. Три часа двадцать пять минут. После всего. Здесь, на этом месте мы встречаемся. Три часа двадцать пять минут. Саша пошел. Саша так боится потеряться. Это вообще. Гала быстрей. Гала быстрей. Я говорю, Саша, ты не потеряешь. Гала быстрей. Гала быстрей. Меттянет за руку. И сейчас говорит, ты тут будешь? Я говорю, да, да, тут буду. Вот боится потеряться. Вообще. Так, идемте. Ой, сколько записок. 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 сегодня так хорошо долго можно было поговорить не разворачиваясь немножко надо пройти а потом повернуться если это правда если это действительно все помогает люди аж наверх смотрите по засоле записки как они туда достали то дай боже чтобы хотя бы знаете одна тысячная того что я просила чтобы она сбылась но надо верить надо верить самое главное надо верить хотите женщина стоит и плачет и плачет слезы с не ведут его девушка молоденькая тоже плачет стоит значит вот этой стены как у нас в церкви так точно вот этой стены вот она стена плачет сегодня можно показать как-то сегодня не запрещаю все снимают деревья уже поросли 2000 лет вот этой вот синие там она шершавая нижняя часть уже от рук вот видите полосочку да вот 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 она уже настолько гладенькая люди руками люди лбами людей лицом щечкой вот уже такую гладкой сделают вы видите что она отличается по цвету на уровне головы вот дай больше пусть будутся желания потому что здесь все просят только о добре и здоровье и о мире о мире можно посидеть вот здесь стульев очень-очень много так все теперь можно уже развернуться какие часы посмотрите как-то бог нам дает сегодня что то что пойдет то закончится но мы больше попадаем не в дождь здесь очень хорошо смотрите молодежь они все читают они почитают вот книги какие-то видео девушка тоже идут садом уже можно разворачиваться они сейчас идут идут так как-то мужчина попал заблудился там вот есть такие фотографии сейчас покажу сколько тут людей собирается на этой площади ну когда какие-то праздники там большое-большое множество ну эти мужчины отдельно женщина отдельно вот вы хотите почитать пожалуйста ну литературу которая вот тут читается это вот пожалуйста все есть знаете девушка стоит читает вот берете не надо с собой тащить берете читаете ставите обратно книжечки написано таким шрифтом вот здесь такая чаша моете руку набираете такие кружки видите ну я думаю тут никто не пьет а именно руки но мы мыли перед этим пусть а свой бог прощает мы не знали что перед тем как идти туда к стене нужно мыть руки никто не подсказал ну пусть бог прощает так я вам хотела показать идемте покажу сколько здесь людей собирается вот когда вот смотрите видите тут это сейчас считаю что людей никого нету посмотрите это оттуда вот откуда мы с вами зашли это мужская половина он перегорожен там женская вот смотрите ведь тут наверху вот мы с вами здесь были вот после этих ступенечек вот в уголке мы здесь были вот эта женщина там до сих пор стоит плачет бедная ты не одевал шапку никакую? одевал одевал да? ох не увидела я тебя беженькие там такие да? там ящики эх идино тебя сфоткаю в шляпке в такой ну чего кто смеялся ну ты ж ходил в такой шапке у вас там много записок? нема где сунуть ну еле всуну ой я еле тоже свои всунула это ужас там уже ну ничего я Саше дала половину говорю ты повыше там запхнешь ты так быстро что быстро не спешат так потихоньше ну сегодня много групп правда? уже три часа групп очень много где? здесь а тут? ну ничего себе не много не тот раз возле стены больше было вот видите смотрите они с такими веточками с как они называются и с оливовыми ветками а то не свечи или свечи зеленые не свечи свечи и вот все мужчины возле стены нить он он и и и и и и и